всем добрый вечер с чего в принципе мы тот влог закончили темы продолжаем буду делать все таки я решил котлеты либо запеканку из индейки здесь у меня индюшачье бедро здесь индюшачья грудка и посмотрим что из цветной капусты можно сделать сейчас я без вас это все помою пропущу лук почищу вот и чуть позже с вами встретимся ребята очень для разговора так что не теряйтесь это сами сейчас столкнулись с этой историей вот вот буквально только что только что мошенники просто чуть нас не развели поэтому оставайтесь сейчас чуть позже мы встретимся я это все подготовлю и мы с вами будем разговаривать на очень интересные темы самое главное я рассказываю из того чтобы вам поделиться из душу а самое главное чтобы вас предупредить чтобы вы не попались на все эти истории расскажу как действовать как распознать что это мошенники что нужно вообще не делать и самое главное также не забывайте поставить пальчик вверх лайкосик за видосик написать ваш комментарий подписаться на все социальные сети где мы есть очень интересные видео сейчас я выкладываю видосы чуть позже вам покажу все это как это выглядит в рутуб значит на youtube на рутуб на яндекс дзен телеграм-канал везде название каналов ваши лучшие друзья если вдруг кто-то не может найти смотрите ссылки в описании под видео везде они есть просто с легкостью переходите и подписывайтесь вот что-то я прямо разрез разнервничался и толком сегодня не то что не работал а вот просто знаете как называется все в одно и работы куча и есть нужно готовить и в общем ну вообще жуть жуть в общем все расскажу все расскажу минутку внимания не забывайте еще раз лайкнуть и рассказать о нашем канале вашим друзьям будет очень приятно если подписчики будут добавляться фарш я буду делать грудкой индейки как я уже сказал бедро индейки положу туда побольше лука и положу все-таки картошки две небольшие картошки почему конечно можно было сделать и так но честно говоря получается жучайше суховато но если взять килокалараж картошки и разделите на все котлеты которые здесь будут сколько мы тут съедим по 2 сегодня да по две завтра да еще на вечер может останется знаете ну тут килокалараж не такой большой будет но я так делаю для того чтобы они были помягче может сюда добавить было бы батон но мне кажется картошка все-таки менее вредная чем например белый хлеб либо батон это я говорю про себя про нас про именно эту ситуацию потому что раньше я конечно котлеты разные делал и с хлебом и с батоном и с картошкой и что только не клал я вез и пшено и в общем всякое всякое но сейчас именно так поэтому вы как хотите делайте так делайте единственный может быть написать как вы готовите как вы готовите свои котлеты что вы добавляете в фарш чтобы они были более мягкими вот это было бы круто я знаю что кто-то добавляет картошку кто-то добавляет хлеб вот что еще добавлять я не знаю чтоб они были более рыхлыми сочными самое главное знаете вот есть такие котлеты вот в гости кому-то придешь у меня у мамы вот такие котлеты вот их ломаешь они прямо сок из них течет вот прямо сок А у меня так никогда не получалось. Вот не знаю, как нужно сделать, чтобы котлеты были сочными. Напишите в комментариях. Вот правда, сейчас задумался, у меня никогда таких котлет не было. Вот чтобы они были прямо, знаете, как воздушные. Их ломаешь, а они прямо оттуда сок льются. Ну, не как у посекундчиков, не как у пирожков. Но все равно такие они бывают, знаете, вот прямо вот. А у меня же слюни сейчас потекли. Вот не знаю, как это делается. В общем, ладно, сейчас буду перекручивать. И чуть позже с вами встретимся. Ну что, всем добрый вечер. Ох, чайник закипел. Сейчас мы будем с вами, ребята, готовить. Все, провернул фарш. Я даже не знаю, сколько здесь у меня получилось. Красиво, симпатично. Самое главное, издалека, мне кажется, даже неплохо. Сам смотрю на свое видео, сам удивляюсь, как фарш издалека кажется красивым. Каким фарш может быть красивым. Но это точно Паша будет есть. Это не как я им раньше подсовывал с суп-продуктами. С суп-продуктами. Фарш, как бы смешно. Мне казалось, ну что, что такого? Ну что, что такого, что фарш положат немножко говяжьего сердца. Либо говяжьего легкого. Ничего особенного нет. Он потом просто меня увидел. Как мы раньше в ОК приходили. Я беру, он говорит, смотрит на это. Че? Домашний фарш. А че, говорит, он такой дешевый. А это че за домашний фарш? Ну, грубо говоря, например, один стоил там 400 рублей, а другой 260. Он говорит, че такой дешевый фарш 260 рублей. Читает. Че там за? Че это за оплата? Пришла сейчас секундочку. Ну, короче, а он говорит, че это за фарш читает? Там написано домашний фарш с легкими говяжьими. И все. Я мне пистонов как дал тогда. Ты че, говорит, не этим фаршем кормишь? Сейчас секундочку. Там списание какое-то. Это не списание, это зачисление. Спасибо за донат. Так приятно. У меня просто две смски, видимо. Одна, которая еще пришла с этого, как называется, списания. И тут же смотрю, я ничего. А потом, когда открыл, спасибо большое за донат. Так приятно. Так хочется сказать имя, а написано, пожалуйста, не говорите. Вот сколько у нас таких зрителей хороших. Вот сколько нам подарков дарят. Сколько всяких вот донатов. И пишут, что небольших, но хватит. На мороженку хватит. Хватит с вишенкой на торте и с молочком. Да еще можно купить чуть-чуть миска говядины. Спасибо большое, так приятно. Как редко это бывает, но так это приятно. Спасибо. 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 Ладно, выпью тогда не молока, но чай облепихового. За ваше здоровье. Да вообще за всех здоровья, за всех наших зрителей, кто пишет комментарии, кто ставит лайки и за вас тоже. Спасибо большое. Каждый может, помогает, как может. Кто донатами, кто в развитии канала, кто лайками, кто комментариями, кто тем и другим одновременно. Ой, какой чай вкусный. Короче, о чем я хотел вам, ребята, сказать. Мы сейчас с вами сначала фарш, значит, я пропустил, про фарш историю рассказал. Я буду, наверное, в духовке выпекать, пока поставлю в сторонке. Решил, короче, давно не делал. Решил сделать цветную капусту. Ну ладно, пустые. Цветную капусту с этим, как называется, пюре из цветной капусты. Пюре из цветной капусты. Нам нужно сделать, ее разобрать на соцветие. Сейчас я вас немножко пододвину. На соцветие. И вам обязательно, история же вам должна рассказать. Вы помните, да, об этом? Вот, поэтому не переключайтесь. Сейчас вам все расскажу. Так, соцветие. Все делается очень просто. Я уже подробный рецепт показывал. Показывал подробный рецепт. Так, будет нормально или не очень? Подробно. Рецепт кадровые мои волосатые руки. Значит, разбираем просто на соцветие капусту. Обязательно цветная капуста. Очень вкусно получается. Практически как картошка. Вот. Но нужно разобрать на соцветие. Положите. Кастрюльку. Так, пока сюда уберу. Это место мало, блин. Тут все стоит. Нагромоздил. Еще эти огурцы. Движаться здесь. Вот. И вам обязательно расскажу эту историю. Душа трепещущая. Правильно я говорю? Душа трепещущая. Вот, разрезаем на соцветия. Есть и крупные соцветия. Вот такие вот, да. Вот оно. Для того, чтобы это сделать быстрее, мы, естественно, это разрежем с вами на несколько частей. Правда, самое вкусное, я уже говорил, самое вкусное, конечно, пюре это из картошки. Это безотъемлемая часть нашего культуры, нашего воспитания с детства. Вот. Потом мы пробовали делать еще из, из чего, из корня сельдерея. Из репы. Но, мне кажется, самое вкусное, это картошка и вот из цветной капусты. И мне кажется, что самое вкусное, вот после картошки, если вы прямо сидите на диете, но вы прямо очень ультра хотите прямо вот пюрехи, это вот как раз цветная капуста. И еще поверьте, если ваши дети не едят цветную капусту, а вам нужно дать полезные вещества и клетчатку. Если вы по этому рецепту приготовите, то поверьте, что ваши дети вообще не поймут, что это пюре из цветной капусты. Я вам честно говорю. Потому что, вот единственное, что она, ну, немножко жидковата может быть. В отличие от, чего там. Блин, ну так не нравится. Сегодня что-то у меня не те кастрюли все какие-то. Все какие-то не те кастрюли. Не хочу перекладывать. Так, все. В общем, значит, что мы тут делаем. Ставим на огонь. Поворачиваемся, опускаемся. У меня здесь уже вода закипяченая, чтобы быстрее закипела. Наливаем воду. Вот это вот торчит. Казах, березах. Наливаем воду. Короче, вопрос в том, что чем больше нальете сюда воды, ой, молока, тем вкуснее это будет. Ну, ну так по рецепту говорят. Вот это вот еще разрежем. Прямо торчит, мне нравится. И у меня уже, кстати, вот видите, перегорела эта штука. Видите, здесь есть вот свет. А здесь он раньше был уже поломанный. А сейчас перегорелось. А это работает. Смотрите, она загорится. Индикатор или как? Ну, короче, вот эта фигня. Ну, давай, загорайся. Короче, пока загорается. Наливаем сюда молоко. Остаток. И нужно быть осторожным. Почему? Потому что это потом может такой, знаете, он может бурлить. Вот видите, загорается. А этот есть и не горит индикатор. Вот. Не солю, ничего. Вот так вот оно будет у меня вариться до полной готовности. Но оно сейчас проварится. И эта фигня, она, конечно же, станет поменьше, помягче. И оно усядется. Единственное, что нужно смотреть обязательно за цветной капустой, за молоком с водой. Несмотря на то, что это с молоком, но это может начаться пениться и сбежать, короче. А перегорела у меня эта штука. Я знаю почему. Потому что слишком маленькая комфорка и слишком большие кастрюли. То есть я и так пытаюсь ставить на огонь маленькие кастрюли. Но когда, например, занимаешься соленья, варенья делаешь, это, конечно, сделать не очень-то удобно. Понимаете, да? То есть комфорка должна быть большой. Ну, вот это вот, ну, постольку уже, поскольку, как есть, Павлику потом объясню, расскажу, что есть там будет. Я считаю, потому что тогда, когда уже перегорел, и там цифр не было видно, непонятно, то ли шестерка горит, то ли семерка. Я уже понимаю, что у меня полностью не горела цифра 7. Ее просто не было видно. Либо я ставил максимально, например, на девятку, назад. То есть я нажимаю минус, и у меня загоралась девятка, я представляю. И потом, значит, а девять, восемь, семь, шесть, вот так вот у меня, короче, я примерно так делал. Неудобно. Ну, что делать? И покупать же заново... Как его зовут? Скажите мне что? Ну, плиту. Не знаю, отдельно меняется, не меняется индикатор. Похер, короче. Так. Ребятки. Значит, что я вам хочу рассказать. Пока я буду вымешивать фарш, я вам расскажу, значит, эту интереснейшую историю. Что произошло? Что у меня пьяные сегодня какие-то? Куда-то вы меня заваливаетесь. Я сегодня решил немножко пораньше начать ужин готовить, чтобы мне потом... Сейчас время у нас с начала пятого. Вот, 35 минут пятого. Но хочу пораньше. Почему? Потому что у меня еще, честно, я ничего сегодня не сделал с этой историей всей. В общем, что сегодня произошло? Поперчу немного. Напоминаю, что у меня здесь уже лежит фарш, сделанный самостоятельно. Кто не видел первую часть, либо там начало, узнаете, что... Здесь у меня индейка, бедро, грудка, картошки чуть-чуть и... Как он называется этот? Лук. Все, больше тут ничего нет. Перец обыкновенный, молотый. Немножко соли. Все, больше ничего не буду класть. Короче. С квартирой с емочками, верни. Общается Паша. Парень... Ой, перец попал. Парень, который сейчас там живет, давно уже. Нормально, адекватно, все. А значит, пишет такую историю. О том, что ему пристали письмо, что нужно делать поверку счетчика на воду горячую и холодную. Паша начал мне говорить, ищи документы. Где-то там и меняли. Нужно, значит, он просит либо хотя бы копию какую-то там, потому что будут, ну, типа в документе написано, что нужно вот это, вот это, значит, перечень каких-то непонятных документов. Естественно, я как-то, ну, не сталкивался с этим. И вот, что значит наше яйцо судьба. Вот, что значит наша с вами слабость, незнание. Я, ну, по крайней мере, большинство людей, таких, как я, кто с этим не сталкивался, теперь я буду знать. И вы будете знать, что с этой ситуацией дальше делать. Вот, ну, в общем, он, мы начали искать. Я быстрее документы поднимать. Давай ползать искать. Я говорю, нет, вот есть такой-то документ, такой-то документ, таких-то вот как он нет. Нет, он мне присылает скриншот с интернета, как этот паспорт на эти счетчики водные должен быть выглядеть. Мы с ним и по телефону. Он там один сегодня работает. Я тоже сегодня один. Жуть какая-то жутчайшая. Вот в этом, в каком-то вот ханалии, когда ты не можешь остановиться, а я знаю, что вот по знаку гороскопа рак, это нужно, вот знаете, раз, остановиться, выдохнуть, подумать и начать. И мы с ним начали потом, вот так вот произошло. Я, значит, мы с ним потом созвонились, с Пашей. Я говорю, попроси, пусть пришлет документы. Что он там прислал? Что там за почтовый ящик ему, что там забросили за письмо? Он пока не сбросил. Но в это время я нашел номер телефона ЖКО, или как он, управляющую этой конторой, которая в Перми. Позвонил туда. И мне там, значит, объяснил, что я, грубо говоря, сдаю квартиру там по такому-то адресу, вот, что у меня там, значит, арендатель, аренд... Ну, кто снимает квартиру, как это правильно называется? Арендатор. Ну, короче, что он, типа, позвонил, что пришло там какое-то письмо, а она говорит, так пусть он вам показывал письмо, пусть он вам пришлет, посмотрит, что там с проверок этим приходит. Может быть там, как-то она так выразилась, ну, типа, это Филькина грамота. Может быть там, говорит, непонятно кто придет. Он говорит, вы видели этот документ? Вы видели это письмо? Я говорю, нет. Вот он говорит, пусть он вам пришлет. Потом я спрашиваю, а вы, говорю, делаете? Ну, от вас приходят официально. Он говорит, нет, у нас нет, типа, этого, лицензии. Мы это не делаем. В конце концов, короче, значит, ждем этот ответ. Я зашел в интернет, позвонил Пашиным родителям. Вот, Александр Иванович мне там все рассказал. Об этой всей истории. Вот. И, короче, рассказывает историю о том, что могут быть мошенники. И я сразу вспомнил ту историю несколько лет назад, ну, лет пять в нашем доме. Ну, мы тоже поменяли счетчик, но у нас пришла официальная бумага от Мосэнергии, как-то вот этой херни. Вот. Мы его поменяли. И вот потом стало очень модно, так скажем, мошенникам отправлять вот эти вот письма счастья в ящики просто бросать. То меняют счетчики на воду поверки, то, значит, меняют счетчики электричества, то, значит, обрабатывают комнаты и квартиры, значит, от этих, от клопов, от тараканов, еще что-то. И в этот момент появляются в доме реально тараканы, я уже об этом рассказывал. Вот это, значит, история вся. Я это вспомнил, вспомнил женщину, которая рассказывала историю, что, говорит, ко мне пришли менять счетчики. Значит, постучались в дверь, значит, показывают какую-то корочку. Но сразу говорю, что на корочке, это уже потом мы поняли, что на корочке пишут, например, не Мосэнергосбыт, а пишут, например, Моссбытэнергомосква.ру, например. Ну, что-то типа. Мосэнергосбыт, ну, то есть, другое совершенно юридическое адрес другое. Ну, короче, она, говорит, у меня ребенок, и муж говорит, как ты это все потом у нас в доме, мы же обсуждали это в чате. Значит, этот, значит, муж у нее потом рассказывает, как все произошло. Значит, она, говорит, открывает дверь, стоят, значит, эти мужики. Говорят, что если вы сейчас не поменяете счетчик, у вас уже истек полтора месяца, два назад, у вас он показывает неправильно, мы вам сейчас просто отключим электричество. Он, жена, это говорит, значит, женщина, которая осталась дома, и она, говорит, у меня грудной ребенок на руках, трехлетний где-то там полозает по квартире, у меня в голове ковардак, я тут же, значит, убираюсь и есть готовлю и все остальное. Ну, в общем, она говорит, как вы не отключите электричество, у меня, говорит, дети и все остальное. Ну, короче, ей сказали, ну, значит, надо сейчас менять. Вот у нас есть счетчики, мы сейчас как раз, вот мы пришли оттуда, mosenergia.sbytrf.ru и, значит, курочка ряба. Ну, грубо говоря, какое-то такое название. Ну, самое главное, говорят, начало, чтобы было явно, как будто бы человек пришел из настоящей организации. Ну, короче, она говорит, сколько это будет стоить? Ей, что-то сказали, около 12 тысяч рублей. Ну, типа, это с работы, типа, счетчикам, нам же сейчас нужно, значит, это все, значит, это демонтаж будет столько-то стоить. Это, значит, будет, значит, там проводку, значит, надо проверить. Вот здесь, значит, все это подсоединить, значит, подключение нового, плюс сам новый вот этот счетчик. Ну, она в истерике, как она там, не звонит никому, что говорит, ладно, делайте, давайте ей, короче, отключают. Действительно меняет счетчик, действительно на плате деньги, не просто так, что она заплатила, они ушли. А потом выясняется, что муж полтора месяца назад действительно поменял счетчики. Но счетчики-то были поменены у официальных людей. То есть, он подал заявку, пришли из Мосэнерго, там, этого, все поменяли, но она-то об этом не знала. И вот у нас тоже, мы когда разговаривали с пашными родителями, что, скорее всего, паша и папа говорили, что они знают, кто, когда, уже кто-то им вот эту сливают информацию. Знаете, как люди умирают и уже знают, где одиночки. Тут же появляются черные риелторы. То есть, это уже настолько все повязано, что они не пойдут же ко всему сразу же дома. То есть, они уже знают точечно, где у кого примерно вот сейчас заканчивается срок действия вот того, либо другого агрегата, который считает за свет, либо за воду. Ну, короче, вот здесь, видимо, та же самая история. У нас, видимо, заканчивается история с этой историей, с водными кранами в пермской квартире. Вот. И хорошо, что мы выдохнули, выдохнули и поняли. Я давай читать все статьи. Оказывается, что сейчас вот эту, как она называется, поверку счетчиков не делают. Никто к вам не имеет права прийти, извините, у меня грязные руки, постучаться, как раньше, и сказать, мы пришли к вам с управляющей конторы, давайте мы вам сейчас будем проверять счетчики. Ага, у вас счетчики сломаны, сломаны, не сломаны, непонятно, да? То есть, мы вам будем менять, вот как этой женщине. Раз и поменяли, заплатили деньги. А самое главное, что сейчас есть единая служба Российской Федерации, которая как-то называется, я сейчас не буду врать, которая как-то называется, короче, куда вот эти все замены счетчиков света, электричества, они сдаются подрядчиками, но подрядчики должны иметь строгую лицензию. А тут мы сейчас бы вызвали, завтра бы пришли, поменяли, как клопов, например, травят, да? Кто там? Ладно бы деньги заплатили, ладно бы там, мы бы дали эти деньги и еще установили бы новые счетчики, либо заплатили деньги за поверку этих счетчиков. Но самое главное то, что их бы поставили на учет, а то бы их могли бы и на учет еще в пельмени поставить. Ну так вот, значит, что вы делаете? Вы, значит, переходите, если у вас друг, никого вообще в пол не пускаете, никогда. Почему? Потому что я почитал юриста, юриста, женщину, статью целую, ее берут интервью по поводу как раз этих поверки счетчиков. В, по-моему, апреле 2024 года было как раз средний закон для того, чтобы нашего русского Ивана не обманывали. Но об этом же не все знают. То есть сейчас ответственность за поверку счетчиков, за их работу лежит, это, мне кажется, очень хорошо, на самих собственниках квартир. То есть я самостоятельно должен наблюдать историю, когда у меня пройдет 6 лет, они ставятся на 6 лет, эти счетчики воды, ставятся на 6 лет. И через 6 лет, вот я поставил, и через 6 лет мне нужно будет эти счетчики проверять, чтобы их продлить работу. Придут, мне нужно будет самостоятельно выбрать компанию, которая имеет лицензию, договориться о встрече, они приходят, смотрят, если с счетчиками все нормально. Они берут деньги за эту поверку, по-моему, сейчас 600 рублей за каждый счетчик стоит, ну, неважно. Вот, они вам выписывают новый акт, выписывают новый паспорт, и эту бумажку оставляют вам копию, а свою, которую они сделали, они идут к себе в контору, и эта контора должна вот отправить, что они вам поменяли, вот в эту единую систему федеральную, которая контролирует эти все счетчики в нашей стране. В общем, долго рассказываю, но вы, чтобы поняли, никто вам в дверь не может постучаться, на какие письма, ничего не отвечайте, даже если вам бросили в почтовый ящик. Вот, это самое главное. И второе, что вы должны понимать, это, это то, чтобы вы не велись вот на все эти истории, которые нас могут с вами развести. Только вы самостоятельно вызываете этих мастеров. Пришли, проверили, все окей, значит, вызвали самостоятельно. Больше никак. Единственное, что вот пишет этот юрист, женщина, что вам выдают вот эту копию, да, говорит, эта компания, она должна самостоятельно поставить на учет вот в этой единой сфере контроля счетчиков самостоятельно. Но бывает такое, что это, мы в стране в такой живем, как она сказала. Поэтому вы лучше, говорит, самостоятельно сходите, копию отдайте в вашу управляющую компанию, они сразу же все сделают и так далее и тому подобное. Вот, я, короче, хорошо, что мы вот так вот немножко, как-то, знаете, выдохнули, потому что если бы было по-другому, то, то я не знаю бы, что бы было. Ну, просто бы заплатили левакам какие-то деньги. Просто заплатили бы чужим людям и все. И до свидания. А потом бы пришлось искать, либо просто заново действительно нанимать эту контору, Неконору, и платить повторно за эти счетчики. Поэтому не надо вестись, надо в какой-то мере успокоиться. Я вот посчитал, мы успокоились и все нормально у нас разрешилось. Потому что сейчас столько вот этих вот лохотронщиков, которые ходят и разводят просто людей на деньги. Работать же никто не хочет, да, вот так вот, в смысле вот они, такие мошенники, чтобы действительно нормально работать, а не не приносить горе и разочарование людям. И так они у нас в доме еще вот точно так же, в нашем доме развели и пенсионеров разводят. Кто что-то меняет, непонятно, кто как меняет. У меня еще фарш останется, ну и хорошо. Ой, короче вот. Вот сейчас надо, у нас просто документы, по-моему, у Пашиных родителей дома. А они сейчас в отпуске уехали, их нет дома. Он говорит, потом мы приедем, посмотрим, если там действительно закончился, вот нужно будет просто вызвать компанию и вам официально все поменяют. Поменяют, посмотрят, выдадут новый паспорт и еще на 6 лет, если все работает, то еще на 6 лет продлят. Вот, ну опять же, у нас не было, нам квартиросъемщик отправляет деньги за коммуналку. Вот, и мы это, как называется, платим. Паша мама сказала, что если вдруг бы что-то было, вы бы поняли. Почему? Потому что 6 лет как прошло, и мне точно так же сказали в этой, в диспетчерской, что нам, говорит, без разницы в управляющей компании. Вы не проверили, вы не... 6 лет прошло, мы с вас будем брать максимальное количество денег за куб воды там или как. Ну, в общем, за воду. А там потом уже перерасчет. Как вы сделаете проверку, как ли поставить новые счетчики, либо эти подтвердите, вы потом просто, как называется, делают перерасчет. У Паши и мамы точно так же было. Просто потом делали перерасчет. Она просто говорит, рассказывает, что она там как раз была занята по своим делам, не заметила. Ну, в общем, допустим, то есть переплата была практически 6000 рублей. Вот. И потом, говорит, когда мы все сделали, пришли вот эту проверку, сделали, деньги вернули. Но это когда официальные делают. А так вот представляете, вы вообще чужим людям заплатите. Еще же неизвестно, да, я даже не знал там сколько стоит эта проверка одного счетчика. Придут вот так же тоже на крафах. Тем более там чужой человек. Ладно бы я в городе буду. Вот побежала. Так я вспомнил, знал, блядь. Побежала. Вот. Я бы знал бы, да, так я бы пошел бы самостоятельно это сделал. А получается, что на расстоянии это всегда, как бы, знаете, а в Перми все-таки в Москве, когда ты живешь, уже все телефоны, ты можешь спокойно дозвониться, все спросить. Тебе все ответят. В регионах такого практически нет. В регионах такого нет. Чтобы дозвониться до какого-нибудь, какой-то управляющей конторы, я сегодня, ребята, звонил, наверное, минут 40 либо 50. Это в лучшем случае. Это мне еще как-то повезло. А так можно и не дозвониться никогда до этой управляющей конторы. И вообще непонятно там, что будет. Ну вот мне эта женщина тоже сказала, что, говорит, пусть он посмотрит, от кого там что пришло, потому что это явно не мы. Так что будьте аккуратны. Сейчас с этими всеми историями, знаете, сколько людишек хотят обогатиться с этими счетчиками. И день-то сегодня, видите, как начался. Мне и утро мошенники звонили, и вот как письмо пришло. Вот прям вот как, как будто бы это. День такой. Ну ничего. За их плечами это неправда, за нашими правда, поэтому что, все разрешилось. Так, короче, это я ставлю в духовку сейчас. Пусть это у меня готовится. Фарш вот этот вот я, получается, оставлю в этот. Оставлю в микроволновку, так сказать. В морозилку. Это у меня варится. Дальше я вам покажу, что с этим делать. Готовится. Ну, то есть это делается до полной готовности. Все. Просто проваривается. Вот, на Рутубе у нас уже 56 человек. Много это либо мало, но тоже нужно суметь накопить подписчиков. И здесь вот так выглядит наш канал, в принципе, как и везде. Называется он точно так же, ваши лучшие друзья, Рутуб. Здесь очень все тоже просто. Заходите, снизу есть плейлисты. Заходите. И вот сейчас я здесь выгружаю как раз видео с Крымом. 2018 год, 2019 год, 2020, 2021. В общем, все в таком стиле. Вот выгружаю сейчас. Можете зайти посмотреть, порадовать себя. Этими воспоминаниями попутешествовать еще раз с нами. Вот. Вспомнить, как мы там веселились, гуляли, путешествовали. И, конечно же, восхититься еще тем самым прекрасным временем года под названием «Лето». Капуста сварилась. Теперь мы ее сцеживаем от воды. Ну, от молока тоже. Сделали. Теперь мы сюда кладем масло. У меня вот остатки сливочного масла. Вы кладите больше. Если вы не на ПП, чем лучше поглужите, тем, конечно же, будет вкуснее. Сейчас на этом этапе нужно обязательно посолить. Но много не солите, потому что больше мы сюда добавлять ничего не будем. Воду слили полностью. Полностью слили воду. Поэтому здесь больше разбодяживать, если что, будет нечем. Лучше потом досолить. И обязательно сюда, ребята, так как мы, вы знаете, мы едим картошку. Картошка все-таки она не настолько пресная даже. Если мы ее просто откусим, она все равно имеет сладковатый вкус. Поэтому чуть-чуть сюда нужно обязательно дать сахарка. Немножко. Знаете, такой, чтобы все-таки было похоже на вкус картошки. Но лучше сразу много не делать. Чуть-чуть посолили, чуть-чуть посахарили. И, значит, нужно нам сделать следующую вещь. Теперь берем агрегат под названием погружной блендер. Не знаю, можете протереть, попробовать с помощью сита. Можете пробить в блендере. Можете, не знаю, там, толкушкой помять. Но в рецепте всегда был указан погружной блендер. Именно им вам нужно это все будет пробить. До получения однородной массы, как пюре. Пробили и теперь нам нужно с вами, естественно, попробовать. И все, что вам не хватает, добавить еще раз, сделать блендером манипуляцией. Не хватает соли. В общем, добавляйте соли, все как обычно. И... Или сахара. И, в принципе, это и все. А, и еще один лайфхак. Все-таки постарайтесь процедить как можно лучше цветную капусту от воды. И чем меньше будет воды, тем она будет суше. Я сейчас немножко поторопился. Лучше было, наверное, через сито откинуть. Все бы лишняя влага стекла. Легче молока докипятить. Да, и... Сделать ее более жиже. Ну, у меня тоже нормальная. Но, в любом случае, хотелось бы чуть-чуть, чтобы она была погуще. У меня раньше она была погуще. Ну, поторопился. Но ничего, и так скушиться. Главное, чтобы было вкусно. Котлетки у меня тоже готовы. Пюре готово. Ну что, поехали за Пашей. И будем ужинать. И, как обычно... Пусть говорит, вкусно или нет. Как обычно, традиционно, мы дома. Паша уже шевелит вилкой. Ну, давайте, пробуйте. Ты же не любишь это делать. А я говорю, сделал уже анонс. Пюре пошло в ход. Видео застревает. Следующий раз, следующие выходные, пойдешь, понесешь телефон в ремонт. Котлету, правда, тоже на соль не пробовал, не знаю. Котлет вкусно примал. Да? Угу. Все? Да, вкусно. Спасибо. Пожалуйста. Пока. До завтра. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok